В зале районной администрации прошло планерное совещание. Участники встречи обсудили вопросы безопасности в рамках заседания антинаркотической комиссии. С докладом об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 1 мая Дню Победы, выступила главная специалист управления культуры Марьяна Щербина. В муниципалитете полным ходом идет подготовка к главным весенним праздникам. К работе подключены все службы и ведомства. Также на совещании рассмотрели ход исполнения поручений главы муниципального образования Северский район за первый квартал 2019 года. За отчетный период в перечень внесено 237 поручений. На сегодняшний день получены ответы от глав поселений, структурных подразделений, служб ЖКХ, ответственных за рассмотрение и выполнение поручений в количестве 132, что составляет 56% от общего числа. В конце встречи участники совещания обсудили ход выполнения работ по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства и санитарное состояние в поселениях в преддверии майских праздников. Красота и удобство улиц – одна из главных задач, стоящих перед руководством поселенческих администраций. В поселке Афибском идет активная работа по благоустройству. Преобразилась улица 50 лет октября. По многочисленным просьбам жители здесь поменяли тротуар. Это первая в этом году работа, но не последняя. На этот год запланировано у нас как минимум полтора-два километра тротуаров по поселку Афибскому. Это все те обращения граждан, которые просили меня. Новый тротуар уже успели оценить жители улицы. Он обещал в мае сделать тротуар по нашей улице. И все это выполнил в срок. Значит, он хозяин своему слову. Мы ему верим и благодарим. Ждет своей очереди и тротуар по улице Мира. Асфальтовое покрытие, положенное несколько лет назад, требует замены на бетонное. Люди обращались с просьбами подремонтировать тротуар. Ну вот в этом году, а конкретно в начале мая, мы приступим к демонтажу старого покрытия и укладке тротуара с покрытием бетон. Бетон оправдал себя. Бетон более 10 лет. Срок службы его. И принято решение тротуары в поселке делать только в бетонном покрытии. По результатам смотра конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края в 2018 году, афибское поселение заняло первое место. Денежная премия составила 4,5 миллиона рублей. Все эти средства будут потрачены на благоустройство, в первую очередь на укладку новых тротуаров. 19 апреля принимала поздравление с 30-летним юбилеем детская художественная школа поселка Ильского. Праздничный концерт с любовью к искусству состоялся в Ильском доме культуры. Уже в фойе гости встречали мастер-классы по различным видам изобразительных искусств. А все желающие могли загадать желание и повязать ленточки на дерево желаний. О славной истории детской художественной школы рассказали в фильме «Школа по имени Мечта». История учреждения начинается с 1989 года. Тогда художественная школа располагалась в бывшем здании школы номер 18 по улице Первомайской. В начале было всего три преподавателя и 65 учеников. На сегодняшний момент в школе работают 26 преподавателей, а обучается свыше 450 учеников. На праздничном концерте присутствовало много почетных гостей. С приветственным словом выступила заместитель директора Краевого учебного методического центра Ирина Бойко. В день 10-летнего юбилея школы примите искренние поздравления и признательность за ваш бесценный вклад в развитие искусства и в дело воспитания подрастающего поколения губами. За вашу безграничную прежность профессии, неутомимость творческой деятельности, инициативность и подвижничество. С праздников педагогов и работников ДХШ поздравил глава Ильского городского поселения Николай Головко, который зачитал приветственное письмо от главы Северского района Адама Джерима. От всей души, от всего сердца я желаю вам добра, счастья, благополучия, здоровья. Люблю вас всех. Спасибо. Образцовый художественный хореографический коллектив «Элегия» представил яркий, веселый музыкальный номер «Бон-Пари». Детскую художественную школу открыла и с первого дня возглавляет активный общественный деятель Северского района. Заслуженный работник культуры Кубани депутат Совета муниципального образования Северский район. Педагог изобразительного искусства Ольга Фролова. Сегодня художка, как ее с любовью называют дети и родители, это учреждение, где созданы все условия для раскрытия таланта юных художников. Где трудится высокопрофессиональный педагогический коллектив. На юбилейном концерте поздравили коллектив школы и вручили грамоты педагогам. За то, что даря частичку тепла, открывает для воспитанников прекрасный мир искусства. Продолжился концерт демонстрации дефиле оригинальных ярких костюмов, вшитых учениками отделения художественного моделирования одежды. Учащиеся школы участвуют в престижных российских и международных выставках, занимая призовые места. К юбилейному мероприятию ученики художественной школы представили свои лучшие работы. Ребята вышли на сцену и продемонстрировали выставку «Жившие картины». В этот день в адрес директора художественной школы Ольги Фроловой со сцены звучало немало слов признательности. За существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры. Эстетическое воспитание и образование подрастающего поколения. Потому что за эти 30 лет так много ребят соприкоснулось с чарующим и волшебным миром искусства. 30-летний юбилей Ильской детской художественной школы – это только начало. Впереди новые победы и достижения. Елена Меркотан, Владимир Голуцкий, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Яркий и запоминающийся фестиваль «Крошка Комик-кон» прошел в молодежном центре «Этаж». Мероприятие проводится третий год подряд и организовано образовательной площадкой с нуля при поддержке Управления по молодежной политике Северского района. Гости фестиваля сразу попали в волшебную страну фильмов, сериалов, компьютерных игр, книг, популярных комиксов, аниме. Программа фестиваля получилась насыщенная. Шоу, косплея, конкурс творческих номеров, выступления местных групп. Викторина на знания мемологии и игра «Что, где, когда» по любимым аниме-сериалам. Стоит отметить, что фестиваль «Крошка Комик-кон» с каждым годом становится все интереснее и привлекает все большее количество участников. ООО «Газпром Межрегионгаз» сообщает. Уважаемые потребители газа, в связи с техническим сбоем при выгрузке квитанций в апреле 2019 года абоненты, потребляющие газ по нормативам без прибора учета газа, получат квитанции, в которых отсутствует сумма к оплате по нормативу. Достоверные данные по начислениям предоставлены обществом всем платежным агентам, принимающим оплату за газ. Внимание! Вы можете произвести оплату любым удобным способом на почте, в банке, а также в кассах наших участков по месту жительства, исправив квитанцию собственноручно на сумму начислений за предыдущий месяц. По всем вопросам просьба обращаться на участки поставщика газа по месту жительства. Контактные сведения и электронную почту участков вы можете найти на нашем сайте mrgkrasnodar.rf в разделе «Контакты». Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Цифровое телевидение – это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрят более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная, и, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MP4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте, и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение – это сигнал к лучшему. На маленьком заводе в деревне Иваньково Костромской области хранят многовековую традицию изготовления черной соли, которую также называют четверговой. Раньше ее делали в ночь со среды на четверг, в страстной неделе или утром в чистый четверг. Обычную соль смешивают с ржаной мукой, пересыпают в тканевые мешки и отправляют в дровяную печь. Сутки, да, тоже там лежит в печи, перегорают, вытаскивают через сутки это все. По-простому раньше толкли все это дело, мельчили ее и перед Пасху не сли освещать. И она считалась как целебная соль. Считается, что в черной соли нет тяжелых металлов, которые, накапливаясь в организме, нарушают работу пищеварительной системы. Она не остается в организме, потому что там минимум натрия, который накапливается в суставах везде. А здесь больше калий. Готовую соль измельчают, фасуют по пакетам и упаковывают. За год здесь делают 60 тонн такой продукции. Черная соль пользуется спросом. Туристы интересуются ей и увозят себе и на подарок. У нас также есть большие упаковки, если кому-то нужно на большую семью, полкило упаковочка. Если семья не очень большая, такая 140 грамм солонка. Фабрика поставляет четверговую соль в основном в соседнюю Кострому и в Москву. Полкило стоит примерно 200 рублей. Черная соль также идет на экспорт в Сербию. В будущем завод планирует поставлять продукцию в Германию и Прибалтику. Продолжение следует...